Три, два, один, пуск! Символический запуск из Таромаревской электростанции включилась в энергосистему Края. Две очереди, 25 мегаватт чистой солнечной энергии, никаких вредных выбросов, никакого загрязняющего топлива, лишь бы день был ясный. Самый обычный фотоэлемент, кремниевый фотоэлемент, фотоэлемент получает освещение, освещенность и преобразует его солнечной энергией. Это точно так же, как на калькуляторах, на часах солнечный элемент, это принцип тот же самый. И сколько вот одна такая панель вырабатывает? В зависимости от качества кремния, солнечная панель вырабатывает от 275, от 260 даже до 310 ватт. Площадь станции 70 гектаров сейчас и 280 гектаров на финишном этапе стройки. Это для сравнения 400 футбольных полей. Панели на три четверти из компонентов российского производства. Впрочем, в наших силах сделать станцию полностью отечественной. У нас есть планы делать полностью фотоэлектрический модуль, полностью в России. Будем смотреть тоже возможности здесь вот такой вот кооперации. Находясь здесь, в Старомаревке, понимаешь, почему именно это место отвели для самой большой в стране солнечной электростанции. Мы с оператором сейчас буквально на пару минут выбрались из тени и под прямыми лучами, кажется, есть все 40 градусов. Впрочем, и весенние капризы ставропольской погоды энергетики предусмотрели. Подрядчик уверяет, град этим панелям не страшен, они ударопрочные. Мощность 25 мегаватт это только сейчас. В недалеком будущем эту цифру планируют увеличить в четверо. Технически готовы уже третья и четвертая очередь. Сейчас мы будем проходить процедуры по их приемке, так скажем, да, регулирующими, контролирующими органами. Будем выводить на рынок. То есть это будет у нас уже, получается, 50 мегаватт. Дальше, если вот за моей спиной, в следующей очереди. То есть 100 мегаватт мы планируем примерно к середине следующего года полностью закончить. А край, в свою очередь, получит новые экономические вливания. С этого участка мы будем получать прямых налогов 330 миллионов рублей в год. Это огромные деньги. У нас здесь будет работать, ну, как минимум, на постсолнечных газетах не меньше 50 человек, которые имеют высокую квалификацию, хорошую зарплату и трудятся на благо своих семей. Поэтому это то, что останется, никто отсюда не унесет. Рабочее место это никто отсюда не уйдет. Станция работает, люди работают. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы построить под Ставрополем еще одну солнечную электростанцию. Правда, уже поменьше. А в следующем году лопастями завертят ветряные станции в Кочубеевском районе. Этот проект предполагает самый большой парк в стране. Почти один гигаватт зеленой энергии. А под палящим, но таким щедрым солнцем сегодня работали Никита Шишков и Антон Красов. Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok